В этом видео вы узнаете, чем отличается черный чай от зеленого. Когда, казалось бы, обычный чай может оказать вредное воздействие. А также, как правильно заваривать и употреблять этот напиток, чтобы он принес только пользу. Чай – это прекрасный напиток. Его делают, используя листья чайных кустов, которые подвергаются специальной обработке, проходят ферментацию. Чем отличается черный чай от зеленого? Эти два вида чая являются напитками, сделанными из листьев одного и того же растения, но подвергшиеся разной степени обработки. Черный чай проходит гораздо больше различных процедур, пока не получится именно такой, каким мы привыкли класть его в чайник. Заваренный черный чай, в зависимости от сорта, имеет насыщенный цвет от темно-желтого до коричневого, приятный аромат, особый вкус. Напиток тонизирует, придает сил, повышает умственную и физическую активность, стабилизирует работу сердца и сосудов. Зеленый чай проходит гораздо меньше ступеней переработки, поэтому в нем сохраняются в большем количестве, чем в черном, полезные вещества. Употребление зеленого чая омолаживает и бодрит, стимулирует работу внутренних органов и систем, повышает иммунитет, положительно влияет на деятельность клеток головного мозга. Зеленый чай отличается по вкусу и цвету от черного, но оба напитка, любимые многими людьми, часто используются. В некоторых странах, где особенно любят чай, проводятся специальные чайные церемонии. Конечно, представители этих народов не могут допускать ошибки при употреблении напитка, о которых мы вам расскажем. Их могут допускать только те люди, которые употребляют чай в качестве средства, которым запивают завтрак или обед. Когда чай может оказать вредное воздействие? Заваренный чай – это активный напиток, обладающий различными свойствами, который приносит пользу только в том случае, если чай употребляется правильно. Вот какие ошибки могут допускать по незнанию люди при употреблении чая. Пьют чай натощак. Нельзя употреблять чай на голодный желудок. Попадая в кислую среду желудочного сока, он может вызвать раздражение, развитие воспаления, образование язв и эрозий, мелких кровоизлияний. Пьют слишком горячий чай. Обжигающий чай травмирует внутреннюю оболочку пищевода и желудка, приводит к появлению спазма в мышечной стенке, что в последующем может отрицательно сказаться на работе этих органов. Употребляют слишком крепкий чай. Очень концентрированный напиток вызывает раздражение нервной системы, повышает артериальное давление, провоцирует бессонницу. Долго заваривают чай. Длительный процесс заваривания оказывает отрицательное воздействие на вкусовые качества напитка, лишает его приятного аромата и создает условия для размножения грибков и бактерий. Повторно заливают заварку кипятком. При повторных завариваниях происходят потери не только вкусовых качеств, но и полезных свойств. При второй заварке их сохраняется всего 30%, а при третьей – только 10%. Употребляют чай перед едой. Это нарушает процессы переваривания и усвоения пищи. Запивают лекарства. Этого категорически делать нельзя. Касается такой запрет не только чая, но и всех напитков. Запивать таблетки можно только простой водой. Иначе взаимодействие и реакция могут быть непредсказуемыми. Пьют вчерашний чай. Такой чай, простоявший ночь, является отличной питательной средой для бактерий, поэтому возможно развитие кишечной инфекции. Как правильно заваривать чай? Чтобы напиток сохранил все полезные и вкусовые качества, необходимо приготовить его следующим образом. Чайник ополоснуть кипятком. Черный чай заваривают кипящей водой. Зеленый – водой температура которой не превышает 90 градусов. Количество заварки определяется одной чайной ложкой на стакан воды плюс еще одна ложка. Заливать надо заварку сначала не полностью, где-то на две трети, накрыть крышкой и салфеткой сверху. Через две минуты долить еще немного воды и снова накрыть чайник. Через четыре минуты заполнить чайник полностью. Время заваривания примерно 4-5 минут. Появившуюся пенку надо размешать и можно наливать чай в чашки. Если все правильно сделано, то этот бодрящий напиток подарит здоровье и хорошее настроение. Напишите нам под этим видео, что вы думаете по этому поводу. А чтобы не пропустить новые познавательные ролики про здоровье и долголетие, подписывайтесь на наш канал. При нажатии на колокольчик не забудьте отметить, что хотите получать все уведомления. Здоровья вам и долголетия!